Вопрос, спасибо за ответ. Давай вопросы. Кто-нибудь уже откликнулся на видео про идею на миллион? Да, спрашивает, если вы вдруг не услышали, откликнулся ли кто-нибудь на видео про идею на миллион. Да, откликнулись, но пока ничего не могу рассказывать, все на этапе обсуждения, но вроде все положительно. Откликнулись ТНТшники, посмотрим, что как. Так, вот сейчас мы летом работаем, все в разъездах, все отдыхают, поэтому сложно, знаешь, всю верхушку собрать, всем показать, вот смотрите, что у нас есть, а вот что мы хотим сделать. Ну, не знаю, я не рассказываю, потому что хочется к какой-то точке конкретной прийти, пока что все на этапе переговоров, но да, результат был, это прикольно. Спасибо большое, денежки это хорошо. Че, у кого где? Хороший еще вопрос. Как часто ты шутишь на друзей? Где ты, где ты? Я тут. По центру, по самому. Как часто ты шутишь на друзьями и обижаются ли они на твои шутки? Да мы довольно веселые все ребята и как бы, ну не знаю, у нас такой, мы, вот наша вот эта тусовка, типа Усачев, Кшистовский, Джарахов, там Ильич, мы по-настоящему дружим. То есть мы не просто собираемся, привет, ублюдок, что опять делаем вид на камеру, что мы друзья, хе-хе, все, до свидания. Мы как бы правда друзья и, ну как мы в видео шутим, мы примерно в жизни можем так, то есть я над диабетом шучу. У Эльдара часто он не обижается, вот, ну я ему на сладкое всегда откладываю эти шутки. Ну, знаешь, без черника, типа не бывает такого, что кто-то там просыпается на нем змея и мы такие, ха-ха-ха, пранк, это пранк, пересматриваю. Нет, но в рамках разумного иногда бывает, что мы черним очень сильно, но без такого, что кто-то обижается, такой, все, вот, пять лет дружбы, вот эта шутка, она все перечеркнула. Я ухожу от вас. Да, мы типа можем, ну то есть, воу, братан, вот это совсем что-то жестко было и не смешно, а, окей, ну то есть, ничего особенного, вот. А как ты часто над своими друзьями шутишь? Часто. Не часто? Часто. Часто? А как ты шутишь над ними? Ха-ха, дружишь со мной лохухами, да, типа, да. Какая, знаешь, обратная психология. Я так делаю. Я не считаю, что ты лохуха, ты так погрустнела после того, как я это сказала. Я шучу. Смотри, ты уже почти его друг, на самом деле. Раз он с тобой шутит, да, давай вопрос. Ну, привет. Черт, здравствуй. У тебя абонемент, походу, на эти вещи. Можешь прижать, пожалуйста, письмо, я волнуйся, оно так колышется, будто оно сейчас будет. Не, все нормально. Вот, вот так, отлично приезжала, молодец. Это вопрос был? Выполнено. Вообще вопрос, но что, будет ли еще дай леща? Будет ли еще дай леща? Не знаю, могу ли я... Да, будет. Да, да, будет. Мы пытаемся... Блин, меня так забавляет. Мы типа пишем часовые стендап-программы, там, выдумываем какие-то сценарии крутые. Мы хотим шоу, где они бьют друг друга. Бег просто. Но мы пытаемся сделать его поинтереснее. Вот, в ближайшее время, возможно, снимем. Я понимаю, это... Не, не. В этом и смысл игры. Такое. Я знаю, хочется ударить меня. Можно, это так. Так, а давайте, кто теперь не хочет ударить, там, задаст вопрос. Кто не хочет задать вопрос, и люди такие, так... Я не понимаю, это сделка, типа... Еще мы... Есть, есть, есть вопросы. Дайте микрофон. Можно, можно. Да, давай. Еще раз привет. Ты снял клип поп-культура, будешь ли еще что-то такое снимать? Да. Короче, на нем почти лям уже просмотров. Сейчас счет 960. Я очень надеялся, что первый миллион на канале будет стендап-программа, но там 920 и тысяч просмотров. И, короче, поп-культура обогнала. Я хочу сделать следующий. Вот, я уже написал под него... Мы уже написали музыку, но там, типа, по масштабнейшую съемки, и... Мне, короче, не очень нравится. Я сделал вот этот клип, все-таки, во, вот это круто. И все, что я выпускаю после, все-таки, на, клип был лучше, типа... И я теперь не знаю, мне, то есть, каждый день выпускать клипы классные, это сложно. Покемоны еще крутые. Но покемоны, видишь, это, типа, видео, которое я сделал за день, просто потому что, а, почему бы и нет. И все-таки поп-культура была лучше, здесь ты вообще не стараешься. Ты успел скатиться за одно видео. Я такой, ну, ребят, это же разное. Нет, да, это разное, то клево, а это плохо. Вот. Да, из разряда поп-культуры будут клипы. Вот, постараюсь к концу августа что-то похожее сделать. Я подруга сказала, что-то не поплигай не умеешь. Это правда. Я бы послушал твою подругу. И где теперь она? Давай, вопрос следующий. Привет. Как ты относишься к противостоянию среди блогеров, и есть ли у тебя среди ютуб-индустрии какой-нибудь свой личный враг? Короче, если вы не слышали, как я отношусь к противостояниям в блогерской индустрии, и есть ли у меня свой личный враг? Ну, типа, многие считают, я понимаю, что очень многие блогеры пытаются прям в дружбу играть вообще со всеми, и выбирают такую пацифистическую модель поведения, типа, ой, не надо со всеми ссориться, мы все друзья, мы все делаем одно и то же. Я адекватно понимаю, что если человек говорит, ты говнюк, во всеуслышание, нет ничего плохого в том, что говорит, ты сам говнюк. Типа, это адекватная реакция. Если тебя поливают говном, нет ничего плохого в том, чтобы комику взбрыкнуть обратно. Это как типа, привет? Привет, да? Ну, типа, да, это типа, пошел в жопу, и ты пошел в жопу. И все-таки, ой, они просто хайпят, они просто хайпят и договорились. Нет, люди ненавидят друг друга, так бывает. Ну, возможно, это не здорово, но, с другой стороны, конфликт в блогерской сфере, это сродни, знаешь, конкуренции в бизнесе. Конкуренция порождает лучший продукт. Поэтому, если ты с кем-то срешься, в принципе, это может давать миру какие-то интересные видосики. Вот, например, конфликт Ларина Соболева дал вам клип Коля Хейтер, который, в принципе, многим понравился. Вот, хотя по факту видео построено просто на том, что у них контры. Вот, кто бы мог подумать, типа, чё, ну, почему это будет интересно? Видишь, как бы, скандальчики подогревают интерес. Вот, я негативно отношусь к постановочным всяким штукам, вот. Ну, а в остальном это, знаешь, объективно часть YouTube-тусовки, ничего с этим не поделать. Кто-то кого-то не переваривает, кто-то в ответ пытается, ну, держать, знаешь, удар. Ну, это нормально, это почти везде в жизни так. Ты не можешь нравиться всем. С блогерами, короче, я понимаю, что я затянул этот ответ, но просто с блогерами такая же история, как в реальной жизни. Только из-за того, что тебя знают гораздо больше людей и больше способов им о тебе написать, есть больше людей, которые тебя прям терпеть не могут, и ты не знаешь почему. Есть просто люди, которым ты почему-то не нравишься, они просто мразь, ублюдок. Ох, я сниму видео, где поливаю его говном, чтобы его задело, а ты такой, да что я тебе сделал, я снимаю видосы, блин, про законы, и чего, я пытаюсь шутить и развлекать людей. Нет, ты просто, мне не нравишься, у тебя глаз чуть пониже второго, и эээ. Вот, как бы, это адекватно, то есть, есть много людей, которые, чем такое, короче, уравнение простое, чем больше людей тебя знает, тем больше тебя ненавидят. И иногда в этот список попадают и другие блогеры, вот, ничего там сверхъестественного. Короче, у нас готовится новый тур, у меня. Пишу новую программу, но даты уже есть, вот такая, материала нет, но я уже еду. Короче, с 12 октября по 4 декабря я буду колесить, у нас что-то почти 30 или 40 городов, я не знаю, пока печи нет, называется. Мы поедем в Тверь, в Тулу, в Воронеж, в Ростов-на-Дону, в Краснодар, в Волгоград, в Мару, в Саратов, в Казань, в Нижний Новгород, в Киров, в Ижевск, Пермь, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Москву, Минск, Калининград. А я сказал, что нету, да? Я просто тупой. Калининград, Одесса, Киев, Харьков и Санкт-Петербург. Постараемся сделать круче, чем в прошлый раз. У нас осталось что-то с райдера. Мы сделаем вот что. Мы уже пытались узнать у вас, как вы радуетесь, да? Помните вот этот звук? Представьте, что у вас выступает такая группа, где вокалист у нее... Кто? Вокалист у нее... Сталин? Вокалист Сталин? Она под танцовки Гитлера. Просто представьте. Нужно сейчас создать эмоцию. Вот когда мы встречаем классных, когда вау, а когда в трехнух, ну, делать так. Давайте мы будем выходить. Я Сталин вокалист. Я Гитлер. А я этот, ну, Гитлер. Не пали, не пали, ну, танец свой. Я под танцовка Гитлер. Давайте сделаем максимально такой бу. Негатив, да. Сделайте бу громко на ВК-фесте. Такого никто еще не делает. Никогда и не будет, я надеюсь. Все, кто выступает, это муа. Понимаете? А тут выходит бу. А пробуем. Давай. А что это не группа? А группа диктаторы. Расстрелять. Расстрелять. Вы ничего не понимаете. А где твой танец-то? Мне доделать нечего, я кворю микрофон. Гитлер, как он так? Усиками, усиками своим. Давайте еще раз. Далеко. А теперь наоборот. Наоборот. На сцене просто сумасшедшие ребята. Позитива как-то больше в наших людях, да? Согласись, чем негатива. Это радует. Это здорово. Вообще, мы немножко. Сделаем большую волну. Сможем сделать? Сейчас будет крутое танцевальное шоу. Слушать, нужно размяться. Итак, что мы делаем? Наклоняем голову в правую сторону. Все на счет три. Раз, два, три. Вправо. Раз, два, три. Влево. Это вообще... Раз, два, три. Вправо. Там тоже ряд сделайте. Раз, два, три. Влево. А теперь быстрее. Раз, два, три. Влево. Ра. Соборь, ты никогда так не манипулировал людьми. Вы даже не представляете, как это выглядело круто. Так, давайте еще сделаем. Мелкая моторика работает. Поднимите, пожалуйста, вверх одну руку. Одну руку. Вы кофестиковые. Вы кофестиковые. Сейчас мы сценируем. То есть фамилия кофестиковые. Вот это наши большие друзья. Они говорят, что... Вы... Вы размялись? Да. А они нет. Представляете? Они разминаются и разминаются. Сейчас вот что делаем. Руки на бедро. Началось. Только себе. Бегите, бегите, люди. Руки на бедро. Можете? Или просто? Или просто? Или руки куда? На чужое бедро. Сейчас двигаем ягодицами. Вот здесь. Важно. Очень важно. Двинуть туда. Именно вправо все вместе. Потому что если все двинут вправо, а ты двинешь влево... В принципе, у нас здесь есть где-то недалеко транспункт. Но... Но он далеко. 3000 ягодиц. Если двинут в тебя, это будет привет вообще. Итак, попы. Все, кто сидит, можно попросить... Никаких шуток про пальцы. Так, хорошо. В принципе, творческая группа... Как называется группа? Вы знаете, кто сейчас выступает? West Pistol. Мы можем в едином порыве позвать ребят на сцену. West Pistol. В первой группе... Три, четыре. West Pistol. Вау. Мы не спугались и бежали. Только Вашингтон понял. Еще раз. West Pistol. А теперь вместе с головой, которой мы двигали и уже умеем это делать. Влево, вправо. Три, четыре. West Pistol. Подключаем пальцы. Поднимаем пальцы. Включаем головы и зовем к West Pistol. Давайте, три, четыре. West Pistol. А теперь бедра, пальцы и головы. Поехали. West Pistol. Ну все. Они готовы, начинаем. Вашингтон. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семь, шесть, пять, четыре, два, три, два, один. Семь, шесть, пять, четыре, 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 один. Семь, шесть, пять, пять, четыре, один. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...